Подготовка школ к новому учебному году идет полным ходом. В среду представители управления образования совместно с депутатами городской думы проинспектировали ход ремонтных работ в лицее номер 6. Здесь еще три года назад стартовала реализация значимого для учреждения проекта. Отдельно стоящее, давно не эксплуатируемое здание решено было капитально отремонтировать, чтобы впоследствии перенести туда из главного корпуса кабинеты труда. Это было запрошенное здание, обрушалась задняя стена. Я переживала, что может упасть и кровля. Ребята часто по этой кровле передвигались. В общем-таки обратилась в управление образования с вопросом либо отремонтировать здание, либо просто его снести. При поддержке управления образования было принято решение все-таки это здание реконструировать. Сейчас работы в завершающей стадии. Выполнен капитальный ремонт кровли и усиление фундамента. Подведены коммуникации. Ведутся внутренние отделочные работы. Предусмотрена гардеробная, предусмотрены три санузла и, соответственно, три помещения. Мастерская для мальчиков, мастерская для девочек. И планируется развивать такое новое направление, как робототехника в рамках дополнительного образования. Реконструкция обошлась образовательному учреждению в 6,5 миллионов рублей. Часть средств выделены из городского бюджета. Часть из внебюджетных источников и собственных средств лицея. Часть от депутатов гордумы. Будет и кабинет технологий для девушек, для девочек, для ребят. Будет, соответственно, новое современное оборудование, которое позволяет им тоже себя реализовать именно в практической деятельности. Мы, кстати, обсудили с директором лицея и с начальником управления образования вопрос, связанный с тем, чтобы использовать московский опыт, в частности, связанный с тем, чтобы наши ребята по окончании школы могли получать вместе с соответствующим аттестатом еще и удостоверение по какой-то востребованной сегодняшний день профессии. Это тоже, наверное, та стратегическая задача, которую мы будем вместе с администрацией города депутатским корпусом решать. Дополнительные помещения не только позволят удобнее расположить кабинеты труда и планируемую к открытию в этом году студию робототехники, но и освободить помещение в главном корпусе и разместить там дополнительные учебные классы. Число лицеистов из года в год растет, и это как никогда актуально. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.